Доктор Ватсон из знаменитого фильма Игоря Масленникова о главном сыщике мира визитная карточка актера Виталия Соломина, которому были подвластны самые разные жанры. Зрители запомнили его по музыкальному, Летучей мыши, Пиковой даме и Сильве, а женская аудитория полюбила актера за трогательную роль в Зимней Вишне. Реальный Соломин, сильный и волевой человек, по меткому выражению режиссера Андрея Кончаловского Виталия, «Каменный цветок» – большое значение в творческой биографии Соломина имел Малый театр, где знаменитый актер блистал в «Дяди Ване», «Живом трупе», «Ревизоре» и многих других спектаклях. Причина смерти Виталия Соломина – инсульт с тяжелыми последствиями. Актер был гипертоником. 24 апреля 2002 года он вышел на сцену Малого театра в свадьбе Креченского. Хотя в этот день чувствовался плохо, у Соломина болело сердце. Он выпил несколько таблеток, но состояние не улучшилось. Во время показа первого акта Виталий, Мефольдович потерял сознание. В театр переехала скорая помощь, после чего Соломин оказался в знаменитом Склиффе. О серьезных проблемах со здоровьем актера его коллеги не знали. 24 апреля Соломин попал в больницу Склиффасовского с первым инсультом. Утром он сказал жене, что чувствует сильно недомогание, но в театр все же пошел. Ишемический инсульт дало себе знать за пару часов до выхода любимца публики на сцену. Позже в Склиффе медики были поражены стойкостью Соломина. Вначале врачи посчитали, что Виталий потерял сознание после кровоизлияния в мозге. Ему нужна срочная операция. Затем у Соломина обнаружили признаки инсульта. И операционное вмешательство решили отложить до момента улучшения общего состояния актера. Операция состоялась в первых числах мая. Виталий Мефольдевич продолжал оставаться в тяжелом, но стабильном состоянии. Соломин, кто входил в комнату, выходил из нее. Перед смертью сознание вернулось к нему. Актера постоянно навещали его жена Мария и брат Юрий, но общаться с ними Виталий мог только жестами. Другим людям вход в палату Соломина был запрещен. В записках актер просил своих коллег продолжать репетировать спектакль с его участием. Он верил, что снова выйдет на сцену. Впоследствия второго, эморрагического инсульта, случившегося 11 мая, стали причиной, от чего умер Виталий Соломин. У него нарушилось дыхание и парализовало конечность. Выжить после такого инсульта практически невозможно. Врачи давали плохие прогнозы, но мизерные шансы на выздоровление актера все же были. Любимец публики снова вошел в кому, но перед уходом из жизни вышел из нее. Его не стало 27 мая. Основная причина смерти Виталия Соломина – последствия второго. Геморрагического инсульта. В 18.30 у актера остановилось сердце. Врачи попытались его спасти, но у них ничего не получилось. Жена утром была у Виталия и сказала, что придет завтра, но вечером 27 мая ей сообщили страшную новость. Малый театр в творческой биографии Соломина занимал важное место последними героями. Сыгранными актером на его сцене стали Креченский и Иванов. Кроме того, он должен был сниматься в новых фильмах и сериалах. О трагической кончине брата, худрука, в театре узнали примерно в 20.00. От друга покойного Василия Ливанова. Но старшему Соломину об этом сказали только после того, как он отыграл спектакль. Юрий Мефодьевич был шокирован этой новостью, как и его коллеги. Мы ожидали, что он поправится и вернется. Когда Виталий Соломин лежал в больнице, его спектакли оставались в репертуаре театра. Никто из коллег актера даже не предлагал найти ему замену. В малом считали, что Виталий Мефодьевич поправится и снова выйдет на сцену.